Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ТВ-коме в это время, как всегда, программа «Спросим» прямо в студии Марии Латышева. А сегодня к нам пришел министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства нашей республики Сергей Юрьевич Козлов. Здравствуйте, Сергей Юрьевич! Здравствуйте! Ну, поговорим сегодня. Давайте я предлагаю начать, естественно, с дорог. Мы все видим, ездим у нас, в частности, я вот живу на Восточном, масштабно делают дороги на Восточном. Это все благодаря тому, что и наш город, и вообще вся республика вошла в президентский проект БКД, так называемый, безопасной, качественной дороги, да? Давайте расскажем, сколько денег получила республика благодаря этому, и какие дороги увидит ремонт. Да, действительно, ну, с прошлого года мы начали участвовать в этом проекте. Прошлый год достаточно был напряженный и сложный для нас в том плане, что мы в этот проект вошли, уходящий огонь, по сути говоря. То есть, решение было по нам принято, будем так говорить, в феврале только начали об этом говорить. Но само соглашение мы подписали уже практически летом. Но, тем не менее, задачу прошлого года мы выполнили. Более того, я вам скажу, по этому проекту безопасной, качественной дороги в состав агломерации входит город Улан-Удэ и четыре прилегающих района. Это там, где сосредоточено основное население республики. То есть, это там, где Иволгинский район, Тарбогатайский район, Заиграевский район и Прибайкальские районы, но и город Улан-Удэ. То есть, по сути, пять муниципальных образований. И там действительно проблема с дорогой. Ну, она и в целом проблема есть по республике. Но вот именно там, где очень много населения у нас в рамках агломерации приезжает на работу, уезжает в город, кто-то по разным направлениям работает, то вот здесь, конечно, возникла необходимость ремонта дорог. Ну, с чего мы начинали? Мы начали с показателя 36,7% от всей сети автомобильных дорог в агломерации, всего лишь соответствуем нормативным требованиям. То есть, все остальное это дороги, по сути говоря, простым словом, убитые дороги. То есть, меньше половины соответствовали нормам, да? Да, ну, то есть, это был стартовый входной такой показатель на 1 января прошлого года. И мы за прошлый год подтянули этот показатель, с учетом того, что мы вели 60 с лишним километров дорог, уже обновленного в виде, который вы, наверное, видели все. И мы их проверяли вместе с вами, выезжали, смотрели с общественниками и постоянно это делаем. И сейчас мы вышли на 43% показателя. Теперь задача 2018 года. Что мы сделаем в этом году по этой же программе? В этом году у нас тот же объем финансирования, это 1,250,000,000 рублей. В этом году мы уже должны ввести в эксплуатацию до 1 ноября текущего года, а это контрольная точка по этому президентскому проекту, в два раза больше. То есть, 118 километров автомобильных дорог в обновленном виде мы должны в рамках агломерации ввести. Львиная доля это город Улан-Удэй, ну и вот четыре района, которые я сказал. При этом показатель, который мы должны выполнить в соответствии с программой, 58% дорог агломерации должно быть в нормативном состоянии. То есть, если российский показатель не менее 50% к концу 2018 года, мы выполняем 58%, мы идем с запасом, с таким, и делаем это в основном ремонты. Я должен сказать, что мы делаем не только дороги и проезжую часть. Вы, наверное, обратили внимание, мы подходим комплексно и делаем проезжую часть, делаем тротуар, делаем все, что касается безопасности дорожного движения. Это светофоры, это ограждения, это пешеходные переходы, это мигающиеся Т-форы Т-7, например, применяем. Применяем новые технологии, современные технологии, это светодиодное освещение и так далее, плюс разметка пластиковая. Карманы тоже наши? Да. Для чего мы это делаем? Карманы остановочные, для того, чтобы пешеход у нас тоже чувствовал себя комфортно, и самое главное, он не попадал в дорожно-транспортное происшествие. Потому что статистика показывает следующее. Там, где становятся хорошие дороги, там, где отсутствует инфраструктура для пешехода, пешеход появляется на проезжей части. Особенно это и в вечернее время, и в ночное бывает даже время. И тогда машина даже, какой бы внимательный водитель ни был, есть вероятность того, что пешеходы могут здесь просто-напросто сбить, не заметить. Вот я читала, Сергей Юрьевич, извините вас, что в прошлом году были установлены умные светофоры из асфальтированного труда. Вот что за умные светофоры? Ну, вы, наверное, обратили внимание, помимо того, что водитель едет, вот, например, в сторону, если за Играевского района, там есть датчики определения скорости и показывают автомобилю, то есть водителю показывают о том, что какая скорость на данном участке. То есть предупреждает водителя, что на этом участке есть ограничения по скорости. Он едет более внимательнее, он, соответственно, реагирует в свое время на те или иные какие-то посылы. И вот эти умные светофоры, они привязаны к системе. И когда мы видим не только светофор, который справа стоящий, но над проезжей частью, это еще раз акцентирует внимание именно водителя на безопасности дорожного движения. А не много где появятся, где они сейчас установлены? Мы устанавливаем это в местах концентрации, в первую очередь, в местах концентрации дорожных транспортных происшествий. Таких у нас мест концентрации в рамках агумерации в этом году 30. Мы планируем устранить практически полностью в этом году. То есть и самая главная тенденция, где хорошие дороги, там появляется и ДТП. То есть мы не ждем факта даже, а мы, допустим, программу формируем с следующего года, а мы ее начали формировать уже сейчас, на 2019 год. Мы сразу же предусматриваем там, где обновляем дороги, именно комплексное обустройство с светофорами, чтобы не допускать новых мест концентрации возникновения. Чтобы там ДТП не происходило. Я вам скажу проще, мы в прошлом году выполнили таких 15 объектов. И статистика этого года показывает, что этих мест концентрации уже нет. То есть те мероприятия, которые мы выполнили, вот 100% на моих исполнений, те мероприятия, которые мы выполнили, они показали свою эффективность и показали действительно, что там уже нет ДТП. То есть мы их исключили, что нам в принципе и нужно и людям, и водителям, и в целом для нашего региона. Как раз хотел спросить, как мониторите, значит отслеживаете. И вот к недавней ситуации в Сотниково, там, помните, трагедия, сбили ребенка. Как там сегодня? Обещали отнести что-то полосы? Это тоже в вашем видении эта дорога или нет? Ну, вся республика у нас. Мы здесь все пользуемся с вами и федеральными дорогами, и региональными, и местными. И у нас пассажиры, и ваш водитель, и люди не делят, то есть не градируют. Они едут по дороге, вот как она есть, так она есть. Поэтому и ситуация по Сотниково, там были приняты ряд решений, но вы об этом знаете, и с населением встречались неоднократно. И эти решения будут выполняться. Там нужен пешеходный переход. В настоящее время прорабатывается вопрос, и вы об этом уже сказали и на встрече с населением, это строительство пешеходного перехода. Там однозначно нужно его сделать. Подземные, надземные какие-то? Да, надземные, надземные. Население большинство проголосовало, сказали, что вариант надземного пешеходного перехода. Ну там у нас школа, поэтому дети есть дети, они даже где-то, если не соблюдают правила дорожного движения, их тоже, конечно, надо учить, это несомненно, в школах. Но тем не менее, это дети, поэтому для того, чтобы исключить данные факты, то есть риски, будем так говорить, возможно, это возможно, большие даже риски, потому что связано с жизнью детей, там нужно строить пешеходный переход. Такое решение принято, сейчас проект готов, проект готов по источникам финансирования прорабатывать вопрос. Я думаю, что в ближайшее время начнется строительство пешеходного перехода. Ну вот вы сказали, большие риски и большие деньги. Кто будет заниматься? У Продор Южно-Байкал этим делом? Да, у нас занимается У Продор Южно-Байкал, по собственности дорога федерального значения, поэтому они этим вопросом занимаются. Какие еще были вы, вот, дорожные точки, вот, которые можете озвучить, которые однозначно будут отремонтированы, вот, до ноября будут сделаны? Вы сказали, появится еще 60 километров, да, Новых, или сколько километров? Нет, больше, в два раза больше в этом году. 120 километров, да? Да. Где они появятся? Где жители особенно, ну, вот, понятно, вы сказали, это Робогатая щетят, а где-то вот по городу, это же тоже вы взяли, да? Да, город Улан-Удэ, вот, правильно в самом начале сказали, вы были на Восточном, видели одну из улиц, это как раз вот в данном месте, будем так говорить, въезд, да, въезд, достаточно такая убитая дорога, там, действительно, сложная дорога, отсутствие тротуара для пешеходного перехода, вот, это вот один из объектов. Значит, у нас по программе БКД есть еще переходящие объекты, которые мы должны завершить, это очень важный объект в этом году, это вот улица у нас, знаете, от улицы Орловская в сторону соток кварталов, вот, дальше Абсолюта, то есть незавершенный проект, он в этом году заканчивается, этот проект, и мы эту дорогу введем в эксплуатацию. Дальше у нас очень большой жилмассив, и там, где люди на сегодняшний день, а по сути, это горожане, Иволгинский район, прилегающий, это в сторону федеральной дороги, это вот, где Саентуй, нижний Саентуй у нас находится, там ведется реконструкция автомобильной дороги, и в этом году мы тоже этот проект сдадим, вот. То же самое, там принятый ряд решений, мы выезжали, были определенные в прошлом году замечания по проекту от населения, мы эти замечания, вплоть до того, что вносим в проектные решения, проходим повторную экспертизу проекта, для того, чтобы проект максимально был комфортный и удобен для местного населения, проживающего на той территории. То, что по ряду объективных причин не будет включено в измененный проект, это будет дополнительное проектирование, мы доделаем эти объекты до логических завершений, чтобы потом к ним не возвращаться. Это вот крупные объекты, есть объекты, которые в этом году, очень много объектов в городе Улан-Удэ, в том числе мы вот, улица Пищевая у нас с вами, это в сторону Заиграевского района въезд. Да, это Тольцы проезжаем, в сторону Заиграевского доедем, вот эту улицу, там тоже у нас идет восстановление, в том числе тротуаров, параллельно проезжей частью. Часть мы уже сделали в прошлом году, это улица. Ну и в целом, город Улан-Удэ в этом году у нас смотрится порядка 442 миллиона рублей финансирование, вот, и львиная часть, это именно в городе Улан-Удэ. Очень хорошо подтянулись районы, Заиграевский район, первые объекты, я думаю, будем сдавать мы уже и вводить в эксплуатацию для населения к концу июля, в начале августа. То есть выполнение по данному проекту на сегодняшний день составляет порядка почти 400 миллионов рублей из миллиарда 250, то есть все работы законтрактованы, все подрядчики вышли. Мы еженедельно проводим проектный офис, он по пятницам, буквально перед тем, как сюда приехать, мы провели очередное совещание. Так, собираете подрядчиков? Да, собираем и заказчиков, подрядчиков, контролирующих органы, лабораторий, которые у нас проверяют качество выполненных работ, обсуждаем те или иные вопросы, принимаем решения, ну и самое главное, мы сейчас совершаем очень жесткий контроль за качеством выполненных работ. Нареканий много к нынешним подрядчикам? Я вам так скажу, замечания есть, замечания устранимые, предписание выдается, сроки устанавливаются, мы контролируем исполнение сроков по предписанию. Сергей Юрьевич, на этот год вы обозначили, сколько будет километров дорог по Чинина, потом, в следующем году, Бурятия попадает опять в этот проект президентский БКД или он все, заканчивается? Если брать в целом, вот включая программу БКД, программа этого года по дорогам, 332 километра обновленных дорог. Часть из них это федеральные, 161 километр, потом 45 километров по региональной сети автомобильных дорог, и львиная часть, и больше всего мы выделили средств по сравнению с прошлым годом, это дороги местного значения. И БКД как раз решает эту проблему. Проблема дорог местного значения в том, что она недофинансирована гораздо больше, чем дороги федерального регионального значения. В нормативном требовании очень много, ну мы брали некоторые районы, вот пригород даже взяли, у них в нормативном состоянии дорог нет. Представляете, ноль. Просто нет, настолько они изнушены, поэтому и акцент сделали на дорогах местного значения. Если в прошлом году мы выделили из общего финансирования, у нас она составляет порядка, ну в целом по всей сети, это порядка 9 миллиардов рублей. В этом году только на местной дороге мы миллиард 600 финансируем именно муниципалитет. Миллиард 600, в прошлом году миллиард 400, на 200 миллионов больше, потому что у нас там действительно есть проблемы с дорогами местного значения. И вот эта программа, целевая программа безопасной и качественной дороги, она позволяет именно адресно выполнять задачу местных дорог в основной ее части. Чем мы пользуемся ежедневно, каждый день, рядом с нами эти дороги, которые нам крайне необходимы для того, чтобы дальше передвигаться по основной опорной сети остальных дорог. Если я правильно поняла, финансирование не прекратится и дороги наши будут поддерживать. В 2019 году, более того, я вам скажу, сейчас прорабатывается вопрос по увеличению данной программы безопасной и качественной дороги. Буквально недавно я выезжал в Москву, мы разговаривали по продолжению данной программы в Минтрансии России. Сейчас прорабатывается вопрос в части увеличения этой программы на 2019 год для Республики Бурятия до 2 миллиардов рублей. Именно в Алгомерации. То есть, если сейчас у нас миллиард 250, то, возможно, у нас программа будет вырасти до 2 миллиардов рублей. Соответственно, это новые появятся объекты, которые мы дополнительно в этом году будем смотреть. Ну, после того, как решение примется, мы ждем это решение. Потому что в целом по Российской Федерации на данную программу увеличили финансирование по всем субъектам. Дополнительно добавили и другие субъекты, но нас интересуют нас, наши объекты. Понятно. Больше 5 миллиардов в Бурятии нужно, чтобы построить третий мост, о котором так много говорили. Свою поддержку выразил министр транспорта России Максим Соколов. Как сегодня ситуация? На сегодняшний день в рамках тех поручений, которые были даны министром, начата процедура выполнения проектно-смендокументации. Вот наша основная ключевая задача как субъекта для того, чтобы получить финансирование. Сроки следующие. В лице муниципального образования города Лануде мы предоставили субсидию из республиканского бюджета с долей субфинансирования города на выполнение проектных работ. В этом году начало, в следующем году планируем в сентябре завершить данную проектную работу. Минтранспорта России уже, и об этом министр здесь говорил, готов финансировать данный проект, включать его в наше предложение дальше в федеральные целевые программы по этому объекту. Поэтому сейчас для нас важно подготовить проектно-смендокументацию. Качественно и вовремя. От Маста к интернету. Я знаю, что буквально сегодня вы вернулись с какого-то масштабного мероприятия в Красноярске, да? Что обсуждали там интернет в малых селах. Понятно, что многие селы Бурятия сегодня, что уж говорить об интернете, ну вот нет у них никаких благ цивилизации. Давайте озвучите нам, в скольких селах сегодня нет интернета, и когда он там появится. И появится ли, потому что я знаю, что Бурятия станет, или уже стала пилотным проектом, где будут внедрять такие как раз. В прошлом году по данному вопросу было проведено ряд совещаний. Одно из первых совещаний это было у заместителя председателя правительства Рогозина, где вот как раз я обозначал проблему подключения малых сел. Если говорить о цифрах конкретно, у нас 298 населенных пунктов в республике Бурятия, которые либо не имеют ни интернета, ни сотовой связи, и того, и другого, либо что-то одного. Ну где-то присутствует интернет, но нет сотовой связи. И наоборот бывает, где-то голосовая связь есть, но нет широкополосного интернета. Таких 298. И это не обязательно север? Это разные районы. Понятно, что город Улан-Удэ здесь у нас охвачен, у нас тут и провайдеров много и так далее. Это малый населенный пункт. Ну, примерно это до 1000 человек населенный пункт. То есть, и вот та проблема, которая есть, если на сегодняшний день люди нам очень много задают вопросов, выезжая в районы по сотовой связи и интернету. Какие были приняты решения? Значит, это проблема не только республики Бурятия, это проблема за Уралом, это вся Сибирь и Дальний Восток, потому что это удаленные, это труднодоступные населенные пункты, и по рельефу, и по численности очень маленькие, и окупаемость проектов у тех операторов сотовой связи, она невелика. Поэтому почему там и искусство, получается, и нет этих услуг. Поэтому было принято решение, и мы здесь провели еще одно совещание тогда, по итогам уже поручения заместителя председателя правительства, в части Бочкарев Олег Иванович приезжал, Сергей Иванович Миняйлов дал соответствующее поручение в декабре прошлого года по реализации пилотного проекта на территории Бурятия. Но с уклоном применения отечественной технологии, отечественного оборудования, которое задействовано в военно-промышленном комплексе. То есть, у нас очень много заводов на территории России, которые изготавливают тоже определенное оборудование, и задача поставлена применить это оборудование в гражданской сфере. Это речь об оптоволокне или что-то такое, или нет? Я не совсем понимаю. Оборудование разное. Мы объясню простым русским языком. У нас с вами в зависимости от протяженности, удаленности того иного населенного пункта от точек привязки, так называемого, там, где есть какая-то коммуникация, разная. Ну, например, есть населенные пункты, которые удалены на расстоянии 50-60 километров. При этом численность, ну, там, допустим, 100 человек. Есть населенный пункт, которые удалены еще дальше, и численность примерно та же самая. Где-то большая численность, но расстояние между точкой привязки там, где услуга присутствует, небольшое, допустим, 20 километров. Поэтому мы что сделали на сегодняшний день? Мы в рамках уже реализации этой дорожной карты по пилотному проекту заводы производителей показали свое оборудование, показали его характеристики, направили это оборудование в Центральный институт по поручению Россвязи, который занимается именно связью, Московский институт. Обрабатывается данная информация, и по каждому населенному пункту, в зависимости от его характеристик, которые сказали удаленность, население, численность, рельеф, как туда пройти, чем пройти, будет применяться определенная технология передачи данных. То есть где-то, где-то вы, вот правильно сказали, волокно выгоднее будет проложить, кабель просто. Где-то это будет тропосферная связь, которую мы недавно испытывали, показывали. Вот Харитонова запускали, показывали. Это тоже вот вариант, один из механизмов. Где-то это будет спутниковый ресурс. Над тем тоже так же работаем. И одно из предложений у нас было задействовать группировку спутников, типа Благовест. То есть для того, чтобы получить дешевый спутниковый ресурс для малых отдаленных населенных пунктов. Потому что в итоге это же все будет упираться в тариф для населения. А где будет высокий тариф, соответственно, ну и спроса не будет даже. Конечно, и в село вне каждый сможет платить. Да, поэтому вот эта задача решается комплексно. Сейчас идет, уже сделан подбор оборудования. Вот то совещание, о котором я буквально вчера приехал, было в Красноярске. Оно было под руководством заместителя председателя военно-промышленной коллеги Бочкарева Малик Ивановичем. Под руководством полупреста в Сибирском федеральном округе. Где уже доложил, где мы движемся. То есть и в ближайшее время по срокам мы договорились. Вот, сроки, главное. Да, мы договорились следующее. Рабочая группа создается дополнительно с участником всех, кто заинтересован в реализации данного проекта. Значит, в этом году однозначно в течение, ну, мы ставим для себя задачу двух месяцев максимум. Определить технологию передачи данных. Кто будет выполнять последнюю милю, ну, это Ростелеком. Вот, и в следующем году практическая реализация этого проекта. То есть можно сказать, что однозначно в следующем году во всех селах интернет будет? Я думаю, что, наверное, за один год, нет, за один год не будет. Это будет определенная этапность. Но, тем не менее, этот проект, я думаю, что должен получить начало его реализации. В следующем году, наверное, первые населенные пункты мы будем включать. Мы сейчас, наша задача еще в рамках тех технологий, которые мы применим, для того, чтобы обеспечить нам сотовую связь интернет, нам нужно обязательно определиться с источником финансирования. Ну, там есть отдельное поручение, в том числе и Минсвязи. Российской Федерации по реализации данного проекта. Если этот проект состоит, соответственно, у нас все жители Республики Бурятия будут обеспечены сотовой связью и интернетом на всей ее территории. Теперь хотелось бы еще обратить внимание, сколько людей не получает, либо получает сотовый, либо интернет. Это 91 тысяча человек. То есть мы решаем проблему 91 тысячи человек, проживающих в Республике. Если говорить, что отсутствие идет и интернета, и сотовой связи, это в Республике на сегодняшний день 24 тысячи человек, которые не пользуются ни сотовой, ни интернетом населенных пунктов. Они проживают, но в связи с тем, что они удаленные, малые и так далее, то есть они ничего не получают. Вот задача этой программы решить. Вы сказали, если получится. То есть есть вероятность, что мы не получим поддержки или финансово, в любом случае мы? Мы сейчас двигаемся поэтапно. Нам технически сейчас работаем, финансовую часть подготовим. Мы единственное, что будем зависеть от принятия решений, но пока движется все в графике, тут сомнений нет, в части финансирования данного проекта. Это еще одна будет этапа. Мы еще раз будем собираться и потом обсуждать. Сейчас нам задачу поставили подготовить разные решения. Значит, у нас цель не стоит просто получить некие средства под реализацию этого проекта. Нам нужна, чтобы услуга была доступна для людей. Почему и включились в реализацию этого проекта, именно сориентировали предприятия, которыми сейчас занимается оборонка. Потому что наше отечественное оборудование, то, которое возможно и применимо, должно быть недорогим для того, чтобы услуга была недорогая. Вот это самое главное. Поэтому сейчас со всей России и московские институты подключены, и предприятия-организации очень крупные, большие подключены. Каждый рассчитывает свое техноэкономическое обоснование по нашим населенным пунктам. Мы будем надеяться, что наши села не останутся без интернета. К сожалению, время нашей программы и стекло. Не успели некоторые вопросы обсудить. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства в Бурятии, Сергей Юрьевич Козлов. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Всего доброго и до встречи в эфире телекомпании ТВКОМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТВКОМ.